Всем привет, снова здравствуйте! И теперь будем рассматривать в этом видео, как сделать акулу в The Brush. Поехали! Откроем текстуру, нажмем и загрузим сюда вот именно ракурсы нашей модели. Теперь включим ее, нажмем вот на нашу картинку и нажмем вот на этот значок. Все вот загрузилось, теперь вот этим ползунком вот так все это дело уменьшаем или прибавляем. Ставим вот сюда или в этот край, как кому удобно, пока нам не надо. Уберем вот этот круг, Z, английскую нажмем. Так, с чего будем ее моделировать? Можно, конечно, с куба, как мы делали приклад для ППШ. Или можно, допустим, сферы. Давайте со сферы будем делать, как и в скульпторе, чтобы разницу понять. Все это дело вытягиваем. Ставим Edit, жмем Make Polymesh. Находим симметрию. Вот она находится. Проведем какую-нибудь полосу здесь нарисуем. И проведем вот так вот полосу, чтобы знать, что здесь у нас именно симметрия X. Вот она. Выравнивание. Shift-левая кнопка мыши. И погнали. Уменьшим. Z жмем. Переводим сюда нашу картинку. Чуть-чуть можно ее прибавить. Отключаем вот этот круг, Z английская. И в Alt-ом вот так вот устанавливаем нашу сферу. Вот так вот. Чуть-чуть прибавим. Включим теперь Moft Apology или можем Moft Apology вытягивать. Кому как удобно. Ставим Draw Size побольше. Включаем симметрию X. Проверяем, что все вытягивается симметрично. И Shift-Z возвращаем все на место. Выравниваем модель Shift-левая кнопка мыши. И погнали вот так все это дело вытягивать. Так, чуть-чуть уменьшим Draw Size. И вот так вот теперь поработаем с корректировкой. Чуть-чуть здесь поднимем. Уберем вот этот... Теперь переключимся на этот ракурс. Опять же Shift-левая кнопка мыши выравним. Вот так все это дело Alt-ом подгоним. Установим. И будем теперь тут корректировать. Сделаем Draw Size побольше, чтобы тянул он большую площадь. Вот так вот. И вот так вот ее корректируем. Также можно все это дело Shift-ом выглаживать. Так, вот так все это дело подгоняем. И немножко корректируем вот эти вот бока. Устанавливаем, проверяем, как у нас тут все не сдвинулось ли. Делаем Draw Size еще побольше. И немножко опять вот так все это дело тут подкорректируем. Вот такая заготовка у нас получилась. Теперь посмотрим поле F в сетку. Вот такая. И сделаем ей Dynames. Уберем вот эти вот полигоны и жмем Dynames. Чтобы сетка стала более-менее одинаковой. Вот так все это получается. И все это дело можно теперь в деформации выгладить релаксом. Вот так вот. Также можно Shift-ом все это дело выглаживать. Где-то, если вам надо. Вот такая штука получается. Так, посмотрим еще. Можно опять же тут вытягивать так же, как в Sculptris. Но давайте поработаем другим вариантом. Загрузим текстуру другую. Я тут кое-что нашел. И попробуем, как с ней работать. Опять же в текстуры. Нажимаем на нее и опять этот значок. Вот такие формы есть плавников. Верхний, боковой, нижний. И давайте все это дело теперь сделаем другим способом. Так, жмем Z. Заходим в Subtools. Находим Append. И откроем Cube. Отключим пока вот именно нашу болванку. Вот это вот тело. Акулы. И немножко поработаем опять же в геометре сайзом. Чуть-чуть уменьшим. Чуть-чуть вот так вот вытянем. Тут вытянем. И вот так вот сплюснем. Вот таким образом. Можно даже еще потоньше сделать. Вот так вот. И сделаем этой модели Dynamesh. Так, выставляем теперь вот на нашу картинку. Жмем Z. И поставим чуть-чуть картинку прозрачнее. Вот так вот. Вот этим ползунком. Так, Z отключим. И поработаем резкой. Ctrl-Shift. Так, включим Rim Circle вот этот. Уменьшим Draft Size. И с помощью пробела. Вот так вот можно это все дело тут корректировать. Так, это все мы сделали. Теперь включим квадрат Trim Rect. Вот так все это дело тут подберем. И поработаем вот этой Trim Curve. Вот эту. Опять же ее нажимаем. Смотрим, где черная полоса. И вот так вот будем сейчас с помощью Alt. Вот так все это дело обрезать. Так, вот такой у нас поплавок появился. Смотрим, какая у него сетка. Опять же можно сделать Dynamesh. Можно сделать ZRMESH ей. Так, ну и сделаем вот этот поплавок. Опять же включим куб. Можно его просто было продублировать, но косяканули, пойдете. Так, опять же Size. Так, переключимся на куб. В геометре опять же Size. И попробуем это дело опять подготовить. Делаем опять Dynamesh. И будем резать теперь вот эту модель. Опять же Ctrl-Shift. Включаем круг. И вот эту часть подберем кругом. Вот так вот вытянем. И пробелом чуть-чуть подведем. Так. А вот эту часть можно резать вот этой вот. Clip Circle. Вот так ее ставим. Чтобы модель она выделяла. И вот так все это дело попробуем обрезать. Нажмем Shift-Z. Z поставим. И немножко вот так картинку можно перевернуть. Вот так вот. Z отключаем. И поработаем с моделью тоже. Ротацию ей включим. И вот так все это дело подгоним. С помощью MOV подтянем. Вот так. И повторим операцию. Чтобы вот это вот хорошо она взяла. Так, есть такое дело. Так, ну и выберем вот эту часть. Пусть она будет округлая. Потом подкорректируем. Переключимся опять на Trim Circle. И вот так все это дело вырежем. Ну и немножко подкорректируем вот этой полосой. Так, кубом чуть-чуть ее подровняем. Вот так вот. Ну и теперь включим наше тело. И поставим вот это все на место. Так. Продолжение следует... 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 Жмём Ctrl-I и поработаем теперь с нижней частью. Опять же ротации чуть подгоняем, с помощью Move подтягиваем и с помощью Style всё это дело уменьшаем. Снимаем маску и здесь уже можно с помощью вот этой Move Topology. Также корректировать вот так вот где-то что-то вытягивать, где-то что-то уменьшать вот таким образом и выглаживанием вот так вот смягчить. Так, теперь повернём опять картинку. За центр берём её, передвигаем вот так вот. Можно её также уменьшить, раз она нам пока не нужна. И переключиться вот на эту картинку, её прибавить в размере и сделать чуть-чуть её видимой. Ставим её в другой бок и из этого отключаем наш круг. Так, вот такая заготовка получилась. Можно и также вот эти вот плавники использовать уже и вот для этих частей, для боковых, для мелких. Так, что можно ещё сделать? Всё это дело мы теперь выгладим. И можно работать клей билдер путает. Делаем драфсайз поменьше, интенсивность ставим на двоечку. И можно вот так всё это дело... И можно вот так всё это теперь проработать. Где-то набросать, где-то убрать. Вот таким образом. Компания променьше, я не могу делать. Вот так всё это дело... Так, всё это дело... Так, всё это дело... Который лисун в неё... Который лисун в неё... Какой вариант... Так, подкорректируем плавники, чуть вбок уведём, чтобы здесь место более-менее выровнять. И, наверное, немножко хребтину вот эту чуть вот сюда оттянем. Так, давайте теперь поставим стандартную кисть, ЗСАД, вот нажмём, уберём, чуть сделаем поменьше дровсайз и наметим, где у нас будет глаз. Вот так вот. И вот от этого теперь можно плясать. Если мы хотим сделать рот более такой открытый, всё это дело выбираем, подготавливаем. И опять же клейбилдер продолжаем вот это всё набрасывать, моделировать. Где-то здесь можно чуть-чуть прибавить. Так, где-то вот так вот дровсайз побольше. И можно вот эту часть немножко тоже поднакидать. Всё это также выглаживается. Делаем всё это помягче. Вот таким образом. Ну и давайте немножко вытянем уже, чтобы не вставлять вот эти части. Немножко вот так всё это повытягиваем. Опять же не забываем про анатомические вот эти вот части модели. Возьмите побольше ракурсов, чтобы это всё дело более точно сделать. Вот где-то вот так всё это выглядит. Чуть-чуть делаем острее нос. Вот так вот. Здесь вот можно вдавить. И вот такая акула, в принципе, получается. Так, в геометрии сделаем через RMS модели. И посмотрим, как она изменится. Всё, всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова